Самый эпатажный художник Молдовы Марк Верлан известен во многих странах не только своими картинами, но и необычными образами, неординарными историями о себе и о своей жизни. Ярче и экстравагантнее этого мужчины в Молдове не найти. Вы самый эпатажный, можно сказать, художник Молдовы и как вам это удалось? Как вы стали тем, кем вы есть? Как я стал таким? Это все свыше. Вот, посмотрите наверх, видите? Вот так вот я и стал. Ну как проявлялось с детства желание порисовать, желание что-то сотворить своими руками? С детства оно и проявлялось, а всю жизнь оно и проявлялось и рисовал на спинах учеников своих. Это еще в школе вы рисовали на спинах, да, и дальше. И рисовал, так классно получалось. Ну, некоторые и до сих пор не догадываются, почему двойку поставили. Ага. Вот вы рисовали на спинах, как дальше уже возрастовало? А дальше уже на портфелях рисовал, а потом уже рисовал на сумочках, а потом уже... Ваши картины обычно о чем? Мои картины обычно обо всем. А конкретно? Ну, конкретно о жизни, о жизни. Вот жизнь там, жизнь здесь, жизнь там и вот так вот. И какая жизнь ваша тогда, если вы говорите о жизни? Моя жизнь и там, и здесь, и так, и этак, и пейзаж, и портрет, и натюрморт, и вообще все, что угодно. Ну, что больше всего нравится? Женщины, я имею в виду на картинах? Больше всего нравится девушке. А когда пришла идея сделать картины вот необычной раме? Вот не просто... А-а, вчера пришла. Вчера пришла? Да. И продлилась длиной жизни? Самый апатажный. Это дает вам что-то или вы его специально формируете? Эх, дает, дает. Девушки... Показывают то, что вы изображаете. Не, а если серьезно все-таки? Эээ, ну, титул дает. Бегу по улице, и раз, там какие-то девушки пробегают, и автограф оставляют, и... А вы бежите в головном уборе, как обычно вас видят? Не, я обычно прячусь. Расскажите о своем головном уборе. Что это? Это редчайший головной убор. Вот. Редчайший головной убор. Он для фильма создан в «Звездные войны 58». А много ли таких у вас головных уборов? Этот один. Один. А есть ли желание сделать коллекцию или так сделать масштабно? Есть желание сделать коллекцию, но это очень дорогие вещи. Этот стоит 58 тысяч евро. Я, когда получаю большие суммы денег, ухаживаю за животными, там, собачками, там, и прочее. За девушками брошенными. Есть такие, есть. Они бросают их на произвол судьбы, я их и подбираю, и что делать. А миссия эпатажного и неординарного художника какая? Миссия эпатажного и неординарного художника – это все фигня, потому что я на самом деле делаю приюты для животных, для девочек брошенных. Довольны ли девочки и собаки тому, что вы помогаете? Очень довольны. Кашку кормлю, кашку, пищу какую-то там, еду и прочее. Конечно, они довольны. Вы всегда были таким ярким и вызывающим? Нет, не всегда. А с чем связано? Это связано с тем, что у меня шарахнуло током. Я таким уже был в протяжении 10 лет. Током вас ударил во сколько лет? 10 лет назад. Ваши картины продаются, если да, вот примерно цена? Ну, цена вот у меня буквально сегодня или вчера, подожди, за 7000 евро купил один из Румынии. До того, как вас ударило током, задумывались вы о том, чтобы как-то эпатировать, чтобы на вас обратили внимание? Ну, как эпатаж, по большому счету, если так думаться, по большому счету, если эпатаж, вот эти все искусственные заинтересование публики, это, по большому счету, это если человеку Бог не дал ничего, и он специально это делает. Вы специально это делаете? Нет, я вообще это не делаю. Вообще это не делаю. Я не делаю ничего такого, чтобы специально эпатировать публику. Я занимаюсь своей жизнью, кормую животных, покупаю там и прочее, и прочее. Это не специально происходит. Как люди реагируют на вас, на человека, который отличается от других? Люди реагируют радостно. Они радуются, кидаются на шею. Сколько времени вы посвящаете картине, инсталляциям различным? Сколько оно занимает времени? Картине я посвящаю два с половиной часа, инсталляциям час, а девушкам все остальное время. А как выглядит то, как вы приступаете к работе? Что должно прийти вам в голову или сверху? Я, когда приступаю к работе, сам пишу, сам рисую, а потом раз и вот так вот. В ваших работах не только пейзаж и девушки, но можно встретить Буратино, известных там военных. Почему они там есть? Они там присутствуют по такой причине, что они вообще есть в жизни. А что есть в жизни, оно есть в картинах. Вам, как творческому человеку, не тесно в Молдове, в стране, которая... Ну, еще тесновато немножко, но переживем. А не было желания уехать или... Было. И что вас остановило? Сусе и ракеты. А, обязательно нужно полететь все-таки. А как же все картины, девушки... А на луну... Хочется на луну полететь немножко на Марс, так, знаете, развеяться. Кто должен смотреть на ваши картины? Кто это аудитория? Кто эти люди? Или кто-то человек, который должен купить ваши картины? Я вам скажу, мы рисуем картины для того, чтобы их вот там, вот, сверху. Они придут, будут щупать, смотреть и радоваться. А кто это будет? Это одному богу известно. Вот так вот. Современный художник, он немножко сумасшедший. Есть у него такая диковинка и специфика, которая отвечает нашему времени? Современный художник, это посланец выше. Когда у вас какие-то презентации, и к вам приходят в гости, вы иногда бываете в костюмах разных. Вот с чем это связано? Это связано с... Весь внимание, возможно. Нет, отнюдь. Ну, вы же не оденете костюм, который вам не нравится. Нет. Вы оденете костюм, то, что вам соответствует внутреннему состоянию. Ну, так же и сам и я. Я... У меня бабушка, дедушка, они погибли во время войны. И я, ну, в какой-то степени... В какой-то степени ношу галюфе, сапоги, гимнастерку в честь, скажем так, их памяти. Советская такая вот. И ваша картина, наверное, так же в честь их памяти. Наверное, да. Наверное, да. Не сложно вот рисовать девушек, их части тела и военных в честь памяти вашим родным? Нет. Как быть, этот... эти весы, когда вот... Приятно жить в честь памяти наших предков. Вот это самое приятное такое явление. Кроме того, что вы рисуете и создаете какие-то предметы, чем вы еще занимаетесь? И помогаете, понятная, девушка... Чем я еще занимаюсь, я вам не скажу, это тайна большая. И цензура, наверное. Обычно творческий человек оставляет после себя. Вот у него цель такая. Что вы оставите после себя? Я оставлю после себя все. Вот все, что вы видите, все оставлю. Многих людей ударяет током, но не все становятся яркими, необычными. Электрик. Вы даете ответ, вот почему вас ударило, и вы стали по-другому жить и видеть мир? Это, вот это вот, как оно называется, это свыше. Тут у меня вот одноклассника ударило, он стал говорить на английском после этого. Творческих людей иногда очень сложно понять. Возможно, и не нужно стараться. Главное, видеть в них лишь то, что они создают, и что их произведение искусства хочет нам сказать. Субтитры сделал DimaTorzok